Добрый день, меня зовут Дмитрий Эллер и это внутренневная аналитика для клиентов брокерской компании Amarkets. Сегодня 19 мая, приступим, по традиции начнем с пары евро-доллар. Евро-доллар вчера совершил достаточно сильное возвышение, то есть полет наверх был. Сегодня его цель по покупкам достаточно амбициозная и потенциал его движения вверх я рассчитал на уровне 1.10193. Посмотрим, хватит ли ему сегодня топлива, АТР, чтобы дойти до этого уровня, но пока он туда стремится. Сейчас у него есть достаточно сильный еще один уровень, как препятствие 1.09381. При его пробое можно будет пару эту покупать до 1.10193. Фунт сейчас пробил достаточно сильный свой ключевой уровень 1.21985. Сейчас также он стремится вверх. Это начало уже нового цикла. Как только здесь формируется движение, можно будет посчитать потенциал этого движения и уже понять цели, куда фунт дальше пойдет. Австралийский доллар подошел к своему ключевому уровню 0.65451. Есть вероятность того, что он его пробьет, но вот эта зона, следующий уровень 0.65653 является достаточно сильным. От него он может развернуться, либо в этом диапазоне на какое-то время задержаться. Если он его пробивает, то есть австралийцы, если пробивают уровень 0.65653, то можно будет его в дальнейшем продавать. Новозеландский доллар достиг ключевого сильного уровня 0.461 и сейчас его достаточно сильно пробил. После завершения вот этого движения пробоя можно будет посчитать потенциал нового движения, потому что предыдущий цикл покупок закончился, сейчас возможно начнется новый и тогда уже можно будет смотреть на откате от первого движения, от первого импульса, можно будет смотреть точку входа. Японская иена медленно, но верно корректируется вверх, причем движение это больше, конечно, похоже на коррекцию, но она достигает уровня 107.749, вернее, к нему движется. Это уровень достаточно сильный, уже несколько раз она к нему подходила и если в этот раз у нее получится, то она его в принципе может и пробить и пойти дальше вверх. Пока что вялое движение иены особо о покупках не говорит, ключевой нижний уровень 107.290, если все-таки под него она спустится ниже, то скорее всего продолжится продажа, нежели покупки. Пока ситуация больше флетовая и торговать иену сейчас не особо интересно. Золото после вчерашнего полета вниз корректировалось ночью, сейчас идет дальше. Ее цель по продажам, по крайней мере на сегодняшний день, это 1717.04. Ждем у вас здесь и там уже нужно смотреть, потому что АТР по сути здесь может закончиться у золота и в дальнейшем либо начнется коррекция, либо все-таки произойдет пробой. Но это уже не сегодня, то есть на сегодня цель именно 1717.04. Нефть достигла достаточно сильного уровня 35.83, сейчас происходит коррекция. Коррекция по моим расчетам может произойти к уровню 33.23 и отсюда уже можно будет посмотреть, если она провалится дальше, то можно будет рассматривать ее продажи. Если отскочит этот уровень, то продолжится ее восхождение и покупки. Индекс S&P 500 сейчас достигает своего потенциала по покупкам за последние двое суток и это цена 2969.8. Как минимум цена здесь остановится и возможно будет коррекция. Если уровень будет пробит, то на его пробой можно будет торговать дальше в покупке. Пока что ожидаем подход к уровню. На сегодня это все. Подписывайтесь на канал брокерской компании Амаркетс, подписывайтесь на мой канал. Все ссылки в описании. Всего доброго, удачи в торговле. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!